Самая супа крошка is a delicious and light dish The classic variant is made with a special fermented drink квас, which is available only at select ethnic stores and the variant that you are about to see is made with easily available buttermilk Сейчас мы приготовим окрошку на кефире Для приготовления крошки на кефире нам нужна четверть большого лука две картошки четыре яйца укроп и петрушка два свежих огурца треть чайной ложки соли 100 грамм детской колбасы и литр кефира Положите картофель и яйца в кастрюлю Добавьте воды, чтобы едва покрывала картошку и яйца Доведите до кипения Варите яйца вкрутую 5-6 минут после того, как закипят Варите картофель до готовности 15-20 минут Мелко нарежьте лук Сначала тонко порежьте его в длину а потом в поперек Высыпьте лук в большую миску Затем почистите свежие огурцы Разрежьте огурцы напополам Разрежьте каждую половину несколько раз горизонтально Затем порежьте полосками И, наконец, порежьте мелкими кубиками Яйца уже сварились Примите их и поместите на пару минут в холодную воду Чтобы яйца легко почистились Почистите колбасу Нарежьте ее Или купите уже нарезанную Порежьте колбасу тонкими полосками в продаль Затем порежьте мелкими кубиками Добавьте колбасу в миску с огурцами и луком Отделите листья петрушки и укропа от стеблей Мелко порубите листья Зелень нам понадобится позже для украшения Поэтому положите зелень в другую миску Почистите яйца Если к яйцам пристала мелкая шкарлупа Помойте их под холодной проточной водой Картофель уже готов Вымите его и охладите Затем порежьте яйца Сначала их разрежьте напополам Потом порежьте тонкими полосками в продоль И затем порежьте мелкими кубиками Всыпьте яйца в миску с колбасой, огурцами и луком Почистите вареный картофель Будьте осторожны, не обожгитесь Лучше всего подождать, пока картофель остынет Картофель уже почищен Тонко порежьте картошку в длину Переверните на 90 градусов И снова порежьте в длину Затем порежьте мелкими кубиками Высыпьте картошку в ту же миску Добавьте соль по вкусу Валентина добавляет треть чайной ложки соли Тщательно все перемешайте Затем влейте литр кефира Снова хорошо перемешайте Украсьте посеченным укропом и петрушкой Приятного аппетита!